Всем привет, друзья и подружки, сыры и сырихи, и добро пожаловать на очередное шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive, где мы сегодня будем проверять удачу на охотничьих кейсах и, естественно, на перчаточных кейсах в CSGO, ребята. Сегодня у нас, грубо говоря, январь уже начался, скажем так, плотненько, да, число уже пятое, значит, всё довольно приятно. Вроде бы проходит, скажите, как у вас проходят новогодние праздники, что нового, кому там падали ножи в игре, кому что в реальной жизни перепало, было бы интересно почитать. Ну, а мы продолжаем выдрючивать кейсы в надежде на то, что Steam поднимут рейты, поднимут рейты, и можно будет, ну, грубо говоря, хоть как-то получить удовольствие от открытия коробочек. Ладно, ребята, давайте без лишних слов мы, значит, будем спаривать сегодня. Я буду открывать по три кейса, по три охотничьих и, соответственно, по три глав следом. То есть мы будем чередовать, ребята, сегодня у нас будет такая новая тактика открытия, и посмотрим, что из этого получится. Ну, как мы видим, ребята, блин, первый кейс охотничьего вообще ничего не выдает. Здесь, кстати, может быть, лежать интересный-интересный ножик, какой-нибудь фейт охотничий, например, да, либо ещё что-либо из этого, скажем так, расчленения. И посмотрим, что из этого получится. Я жду, конечно же, если нож здесь, то это кровавую паутину, либо какой-нибудь фейт детский, потому что они реально круто выглядят именно в этих охотничьих вариациях. Либо вулканчик здесь можно выбить, либо кайманчик можно выбить. В принципе, кейс очень красивый, здесь очень много интересных скинов, но не знаю, что сегодня нам покажется, ребята. Сегодня у нас будут контракты, это 100%, потому что очень большое количество скинов у нас имеется для того, чтобы реализовать эти контракты. Ну, а из глав мы ждём, в принципе, всё то же самое. Либо перчаточки, если они такие появятся у нас, либо неплохо было бы выбить пламя дракона, либо принцессу, которая нахер не нужна. Так, кстати, нет, принцесса не нужна. Ну, в принципе, любая розовая отсюда подойдёт сегодня, потому что я планирую поделать контрактики на красное, друзья. Так, два кейса у нас, глав кейсов пошли вперёд, соответственно, нужно выдрючивать, скажем так, остальные. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Вроде бы неплохо сегодня, кстати. Не такая прям уж синяя говно у нас. Две фиолочки имеются. Фиолочка вот эта вот неплохая, например, поэтому радостно. Так, хорошо, что у нас? Абсолютно одинаково открылись, получается, охотничьи и абсолютно одинаково открылись перчаточные кейсы. Ребята, посмотрите, три таких, три таких, блин, по две фиолки с каждой стороны. Ладно, давайте смотреть дальше, что будет. Будут ли у нас сегодня розовые с той или с той стороны? Пилюлечки пока не ясно. Так, так где ведь Айзек, который нахрен не нужен? Кстати, не очень скин вообще. Я не знаю, почему, но вот этот скин как-то, ну, отвергает от себя меня, по крайней мере. Кому нравится вот этот вот Айзек, ребята, напишите. Я вот как его увидел в первый раз, мне он сразу не понравился. Подумал, что за чушь Вилли, блин. Даже ни узора, ни черта, просто красные полоски. Конечно, можно сочетание какое-то придумать между скинами, когда они вот такие просто красные. Но, тем не менее, мне что-то не очень понравилось. Поэтому я, в принципе, недоволен этой пилюлечкой и не хотел бы даже, чтобы она вываливалась. Только ради контрактов. Ну, она и так, и так вывалится, потому что синяя. Ладно, давайте смотреть, что будет дальше. В головкейсах пока абсолютно ни черта, ребята, нам не пролетает. Абсолютно ни черта хорошего мы не видим, блин. И я надеюсь, я на самом деле надеюсь, что уже в начале года мы с вами выбьем какие-нибудь топовые интересные перчатки у Габена с этих кейсов. Но, как вы видите, что-то Габенчик за жопку взялся плотно и рейты уменьшил. Как говорится, тут еще в Яндексе был слушок по поводу Габена. Очень интересная ошибка системы поиска Яндекса сделала так, что с Габеном произошло что-то страшное. Но оказалось, что это все фигня и очень много, очень много ютуберов решили записать по этому поводу ролик и сорвать на этом хайп, ребята. Но нет, вроде бы все хорошо, это чисто ошибка Яндекса и Габен продолжает делать низкие рейты в Стиме, друзья. Так, Бизон Антиквариат выпадает нам здесь, это очень неплохо. И пока что Охотничий Оружейный Кейс вроде бы как выходит немножечко вперед. Но неизвестно, что же будет дальше. Да, Райский Страж сейчас уже сильнее выходит вперед, ребята, Охотничий. А Глов Кейсы посасывают Писюлю в начале января, дорогие друзья, как мы видим. Причем так хорошо так посасывают Писюлю. В принципе, они и в конце года посасывали Писюлю, но сейчас они посасывают ее значительно сильнее. Не знаю почему, не знаю почему, Габен. Ну, пора бы ввести уже рейтецкий, хороший на перчатки. Чтобы вот в какой-нибудь определенный день, в определенный час тем, кто открывает, сыпались перчатки просто дикой волной. И торговая площадка Стима разрывалась от низких цен на перчатки, Габен. Сделай хоть раз такой подарочек, было бы великолепно. Ладно, давайте смотреть, что будет дальше. Пока, ребята, идет все ровненько. Охотничьего ножа не появляется, Охотничьи скины сегодня, в принципе, довольно неплохо себя показывают. Но ничего такого особенного нет. Всего у нас, ребята, 30 кейсов, это довольно большое количество. Хер его знает, что из этого получится. Но, блин, я думаю, что рейты забыли подкрутить. Как говорится, повысить в Стиме, как оставили их с середины прошлого года, не очень хорошими, так и они и оставили. Видимо, ушли отдыхать, и я не знаю, что будет дальше. Может быть, с новым обновлением CS GO у нас появится хороший дроп-шанс, например, с каких-то кейсиков, ребята. Скорее всего, так и будет. Новое обновление какое-нибудь глобальное, которое обещают в скором времени ввести, может быть, введут. И тогда у нас появится шанс повыбивать как можно больше интересного говнеца. Друзья, хрен его знает, что из этого получится. Но мы будем надеяться и верить. Надеяться и верить, а выпадает нам жало в большом количестве. Как-то это странно, ребята. Ну что же, остается три-три. Три таких, три таких, и мы надеемся на то, что в этих трех хранится что-то интересное. Ну, хотя бы розовую пиндюлечку-то пора бы уже выдать, не? Нет, не пора, но выдает нам клочья. Пилюлечку с названием клочья, ребята. Это тоже не то. Кайманчика, пожалуйста, сплав или сайрекс. Что-нибудь такого? Габенчик, статтрек по 90. Модуль выпадает. И еще один шанс. Еще один шанс. Давайте посмотрим. В принципе, на равных абсолютно практически открылись охотничьи иглов-кейсы сегодня. Ничего такого не вижу. У нас еще есть, конечно, шанс выдрючить что-то из, соответственно, иглов-кейсов. Но пока нихренашечки, ребята, я не чувствую того, что будет что-то, а? Ну, Габенчик, ну покажи. Ну покажи, что ты можешь. Ну давай, два кейса остается. Давай. Ребята, два шанса, блин. Два шанса, давай. Пятое января. Ну, январское открытие. Два шанса остается, Габен. И пока ничего, никаких перемен, блин. Черт подери, ну че ж такое-то, а, блядь. Ну вот это неправильно. Ну, королевская чета, ну зачем она нужна? Ну где же, где же шансы повыбивать что-то эпичное? Что-то нереально интересное. Что-то нереально бомбезное. Красивое, Габен. Мы же ждем всего, все этого. Ладно. Открываем дальше. М4А1С, взгляд, прошлое. Неплохо. Это неплохо. Давайте посмотрим, что будет дальше. Возможно, у нас сегодня хорошенькие будут крафтики. Ну, проверим, конечно же, это все дело. Так, давайте здесь взглянем, что у нас там. Здесь МАК-10, проклятие. Отлично. Кстати, прикольный очень скин. Очень прикольный скин. Очень мне нравится вот этот скин. Здесь мы ничего не можем скрафтить. И синечки мы вроде бы, вроде бы мы не можем ничего скрафтить. Потому что две пушки в синьке, которые я в крафтинг не буду добавлять. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь много жал, у нас много едозубов. Вставим сюда проклятие. Кстати говоря, бенгальский тигр Кортисейр. Ак-47 путешественник из пилота будем сегодня крафтить, ребята. Ак-47 путешественник из пилота. Это будет значительно круто, мне кажется. И вулкан можно сегодня скрафтить. Ребята, пилота. Не будет у нас сегодня, но будет крафт путешественника. Черт подери, есть маленький-маленький шанс скрафтить редкий Ак-47. Кстати, с ним практически никто не бегает. Я не знаю почему, но с ним никто не ходит. Пожалуйста, Ак-47. Давай, Габен. Давай, Габен. Я знаю, что не будет никакого путешественника на самом деле. Но, тем не менее, мы постарались и выбили USPS Orion. Эх, Orion, никому ты не нужен, блин. Черт подери, USPS Orion. Он хороший, красивый, но он ненужный. Его только в крафты потом реализовывать. Кстати, на следующий выпуск уже накопится что-то интересное для крафтов, друзья. Значит, замечательно. Значит, замечательно. Все, в принципе, идет. Но посмотрим, что даст обновление. Либо до обновления еще, может, Габенчик что-то изменит. Посмотрим, посмотрим. По-любому что-то должно быть такое. Сейчас идем на сайт и дрючим там. Ну что ж, друзья, сегодня мы попадаем на EliteCase.net. Где будем дергать свой новогодний пистолет. Не мог, блин, не сдержаться и не сказать эту рифму снова. Ну что, ребята, давайте пробовать. Давайте пробовать. У меня есть, соответственно, кодик. Кодик, как обычно. По-моему, он назывался вот так вот. Shimoro или Shimoro топ-топ или Shimtop-топ. Давайте проверим. Shimtop-топ. Shimtop-топ. А сейчас у нас скидка на 10% на 2 кейса. Ну и давайте, соответственно, ее реализуем. Но прежде чем это сделаем, сделаем вот так. Вот возьмем ежедневный бонус. И, соответственно, попробуем открыть вот это вот говнецо и посмотреть, что в нем. В нем пока нам ничего не открывается. Ну ладно, давайте откроем тайное со скидкой. Откроем тайное со скидкой. Скидку надо реализовывать. Здесь я вижу, кому-то выпадают ауги-хамелеоны, которые нахер не нужны. Но, тем не менее, они почему-то зафлужены, как и щелкунчики. Во многие, во многие кейсы! Неоновая революция за 1550 я оставляю и открываю сразу же следом засекреченное. Два самых дорогих кейса, блин, будем открывать. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Подача с первого раза, как говорится, друзья. Подача, как говорится, напрямую, черт подери. Императорский дракон... Ага, конечно, блядь. А здесь в три раза меньше, чем стоимость кейса. Хотя я открыл со скидкой его, по идее. Так, ну давайте пробежимся, давайте пробегаться. Во-первых, новогодний даймонд кейс. Меня интересует, если что, если сейчас падать не будет вообще, я продам просто неоновую революцию и пооткрываю побольше всякого говнеца. Я думаю, это будет довольно приятным моментом. Глок 18 за 180 рублей кейс стоит охренеть. Начало было приятное, а сейчас что-то как-то, ребята, мы уходим в минусы. В минусы большие, кейс, в принципе, довольно богатый. Здесь большое количество всякого говнеца, но нам выпадает бог червей и прочее говно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Так, ну давайте просто новогодний голд кейс тогда вскроем, посмотрим, что же находится в новогоднем голд кейсе. Ведь в нем может быть что-то интересное для нас прилететь, пролететь, и в нем пролетает ржавый кабаль. 390 рублей, он нам тоже не нужен. Открываем дальше. Меня интересует только самое дорогое и самое интересное, что здесь может быть. Самое эпичное, давай нам, пожалуйста, новогодний дедушкам. Габен поверхностная закалка. Интересно, с каким же паттерном? Ее я продавать не буду. Поверхностная закалка, это всегда приятно. Давайте еще откроем Оперейшн Браво. Потому что в Оперейшн Браво может быть что-то и лежать, ребята, для того, чтобы мы могли сделать с вами какой-нибудь интересный крафт. Это обязательно нужно открывать еще. Ух ты, почти графит. 312 МАК-10 гравировка оставлю для того, чтобы сделать крафтик. Так, это тоже оставим. Также нельзя, соответственно, ребята, мимо пропускать главкейс. Давайте пооткрываем еще главецкий. Главкейс должен что-то нам выдавать, по идее. Что-то интересное и качественное. Возможно, что-то убер-крутое. Давай, перчаточки нам, пожалуйста. И нам выпадает говно. Говно выпадает, ребята. Главкейс нас не интересует. Так, давайте еще откроем М-очку. Я все пытаюсь выбить М4А4 Азимов. Ребята, не знаю, но у меня пока не получалось это сделать. Пока не получается. Вот когда-то на ставочках выиграл эту дорогую Азимов. Блин, и в итоге ее лишился. Рентген мне не нужен, поэтому мы просто ее продаем. Идем вот сюда и открываем еще раз тайное. Раз в тайном нам сегодня повезло неплохо, поэтому давайте попробуем это тайное еще раз, скажем так, реализовать, друзья. Давайте проверим, что из этого получится. Подтвержденное убийство из этого получается. Его я не продаю. Его я тоже оставлю. Причем мы еще АВП еще не открывали. Давайте откроем АВП. Давайте откроем АВП. Посмотрим, что нам в АВПшечке. По-любому Бог Червей, либо Картисейра, либо Гадюка. Давай, Бог Червейка. Улей! Чтобы мы никуда не дули. Улей тоже оставим, ребята. Оставим либо на крафты. Давайте его заберем. Давайте заберем Улейский. И у нас еще есть 200 рублей, чтобы куда-то... А, золотой кейс пойдет. Давайте пойдет золотой кейс. Посмотрим, что в нем. В нем может выпасть, в принципе, золотая спираль, гидропоника. Здесь есть десерт, игл, пламя. Ну и остальное абсолютное говно. Нам выпадает бронзовая декорация, что является абсолютным говном. За 8 рублей мы ее продаем. Ладно. Давайте забирать все эти вещи, ребята, и осматривать неплохо. Вот здесь может быть хороший паттерн. Эти вещи, в принципе, крутые. Вот это можно сделать на крафт, соответственно. Отправить. Ну и все. Давайте осмотрим. Давайте осматривать скорее. Ну что ж, друзья. А вот он и наш хабарчик. Вот он и наш хабарчик. И я вижу, что у нас... Посмотрите, 5-7 с розовой какой-то херней, ребята. Блин, первый раз такое вижу. Так, а в Улье? В Улье у нас... Нихера себе, ребята. Кто-то наклеечек, блядь, не пожалел. Кто-то налепил прям с любовью. Так, давайте осмотрим вот это. Это что? Это что за поверхностная закалка такая? Ребята, я первый раз вижу такое говно. Посмотрите, розово-пятнышко. Р-розово-пятненький. Р-розово-запятнанный. Что это за говно, ребята? Как будто кабной помадой просто кто-то взял вот так вот и прошелся. Вот это очень интересно. Интересный кончик у него. У него кончик такой красный, да? Обратили внимание? Ребята, вы такое видели? Я такого тоже не видел пока еще ни разу. По крайней мере, вот прям такого ярко выраженного пятна я не видел точно. Так, Мак-10 гравировка. Ну, в принципе, она пойдет у нас для крафтиков. А здесь у нас подтвержденное убийство. Давайте осмотрим улей. Ебать меня. Голубой улей, ребята! Это же... Это же голубой редкий улей. Подождите, хотя вот здесь вот есть оранжевенького немножко. Но, блин, такой паттерн очень редко прокает у улья, ребята. Редким считается, когда красный весь, да? И редким считается, когда синий весь практически. Вот этот паттерн, в принципе, довольно редкий, ребята. Посмотрите, здесь очень много синего. Еще и наклейки голографии дофига. Офигеть! Вот это неожиданно, ребята! Выбили редкий улья. Его я даже... Прямо с завода! Его я даже продавать не буду. Я его оставлю в коллекции, так как, в принципе, этот улья реально редкий, ребята. И его стоит оставить. Ну что ж, друзья. Мы сегодня вот так вот решили скрестить с вами охотничьи кейсы. В надежде на то, что... Ну, с глав кейсами, естественно. В надежде на то, что Гейб поднял, так сказать, рейты. И все у нас хорошо с этим. Но Гейб не поднял, к сожалению, рейты. Ждем, когда он поднимет рейты. Но, в принципе, в целом, мы сегодня неплохо с вами отдербанили. В следующем выпуске, я думаю, нас ждет много-много разных интересных крафтов. Посмотрим, что из этого получится. Предлагайте, кстати, какой крафт вы бы хотели видеть в следующий раз. Ну, а с вами был Шиморо. Мы увидимся на новом видео. Всем пока и удачи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok